Музыка За прошедшие выходные дни 25 и 26 марта на территории городского округа Косногорск чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Однако 25 марта было возгорание деревянной бани в поселке Нахамбер. 26 марта было возгорание продуктовой палатки в поселке Архангельское. Жертв и пострадавших нет. 25 марта на 24-м километре Волоколамского шоссе было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Результатом дорожно-транспортного происшествия стали водители, которые с различной степенью и тяжестью были доставлены в Красногорскую городскую больницу. 25 марта был выезд оперативных служб Управления внутренних дел города Красногорска на сообщение о подозрительной бесхозной сумке на улице Институтской в поселке Нахабино. В ходе проверки было установлено, что сумка не представляет опасности. За выходные дни было ряд отключений горячего и холодного водоснабжения, электропитания в городе Красногорске и поселке Нахабино. На данный период времени все приведено в норму и функционирует в штатном режиме. Напоминаю, по 31 марта в связи с промывкой и хлорированием резервуара на ВЗУ номер 13 в районе улицы Новонекольская вода будет подаваться с остаточным запахом хлора. Возможны кратковременные отключения воды. Также сегодня в поселке Апалиха будет отключение холодного водоснабжения в частном секторе. Подвоз состоятельности с водой запланирован. Обращение в систему 112 за сутки 1730. Из них пожарная служба 17, скорая медицинская служба 294, полиция 174, газовая служба 8, прочие 1237. Оперативный прогноз погоды на сегодня от МЧС России по Московской области. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха от 0 до 5 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление 738-757 миллиметров артутного столба. Начальник Главного управления МВД России по Московской области отчитался перед депутатами об итогах оперативно-служебной деятельности за прошедший год. Свой доклад он представил в рамках 19-го заседания Мособлдумы. По словам Виктора Паукова, ведомству удалось улучшить ряд показателей. Так, на 11% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и убийств, и фактов умышленного причинения вреда здоровью. Разбоев зафиксировано на 4% меньше, чем в прошлом году. Пресечена деятельность девяти банд, которым в общей сложности инкриминировано 50 преступлений. Из незаконного оборота в 2016 году было изъято почти полтонны наркотиков. В целом работа главка была оценена положительно, но есть над чем работать, отметил Пауков. У нас, считаю, большой заслугой на 15% сократилось преступление среди несовершеннолетних или несовершеннолетними. У нас высшая раскрываемость по тяжким, особо тяжким преступлениям, разбой, грабежи, убийства. То есть, на что делаем большой акцент. Есть еще недоработки, как в работе по кражам автотранспорта, кражам из квартир. Наработки есть. Отдел ГИБДД по Красногорскому району рекомендует водителям при движении пользоваться видеорегистраторами. Видеорегистратор – это беспредвзятый свидетель любого чрезвычайной ситуации на дороге. В случае возникновения аварийной ситуации он поможет вам доказать свою правоту. Инспектора посмотрят запись с вашего видеорегистратора и установят виновника случившейся аварии. Также рекомендуется использовать не одну камеру, которая смотрит только вперед, а две, а может быть даже и более, чтобы все окружающее пространство вокруг автомобиля было на записи. Служебные автомобили Красногорского ГИБДД опорудованы видеорегистраторами. Также видеорегистраторы выдаются сейчас всем сотрудникам ДПС несущую наружную службу. В Красногорске решился автобусный вопрос. Несколько месяцев назад с рынка пассажирских перевозок ушли маршрутки, которые доставляли жителей до станции метро. Особенно остро перемены ощутили те, кто работает в столице. Теперь коммерческие автобусы вернулись в полном объеме. Действительно некий правовой аквум у перевозчиков, которые обслужили город Красногорск, закончились решительные документы на обслуживание маршрута. И вступил как раз в действие 220-й федеральный закон, в соответствии с чем министерство и провели открытые конкурсы. В результате к середине марта на дорогах городского округа вновь появились автобусы 1233, 892, 876, 878, 857, 858 и 1208 с литерой К. Некоторые маршруты вместо транспортных компаний, которые не смогли продлить свои маршрутные карты, взяла на себя уже работающая в городе Красногорск авто. Ну вообще по Красногорску у нас работает несколько маршрутов, там 120-й, 492-й и так далее. Ну где-то порядка 80-85 единиц. А сейчас мы вот выиграли конкурс по 1233 маршруту, поэтому это 10 машин всего ездят, малые вместимости. Машины свежие, новые практически, не старше двух лет. Также вместо коммерческих малогабаритных 856-х автобусов от Тушинской, теперь в Павшинскую пойму курсируют почти два десятка больших и средних машин МОЗ Трансавта. Пассажиропоток на маршруте был проанализирован. Выяснилось, что 856-й мало того, что пользуется спросом, еще и востребован у льготников. Были другие перевозчики, которые как бы на очень старом поношенном транспорте предлагали свои услуги без предоставления льгот. Требования, которые предъявлялись к перевозчикам, они были связаны с тем, что, первое, это современный подвижной состав, это удобство для пользователей, то есть наших граждан, граждан Московской области. Это и бегущая строка, это и низкий пол, это и система кондиционирования, в том числе и безопасность, это аудио-видеонаблюдение в транспортных средствах. В настоящий момент, по оценке Министерства транспорта, в Красногорске достаточно автобусных маршрутов. Нелегальных перевозчиков не осталось, говорят в ведомстве. В городе Красногорске буквально с начала года были проведены оперативные мероприятия совместно с УГДН Московской области, где нелегальные перевозчики, которые осуществляли работу на маршрутах регулярных перевозок, они были выявлены, были приняты ряд мер, в том числе эвакуация транспортных средств. И вот сейчас могу честно сказать, что в городе Красногорске у нас нелегальных перевозчиков нет. Все маршруты, которые ходят в городе Красногорске, все транспортные средства, они легальны и имеют всю решительную документацию. Дорогие жители, 31 марта этого года завершается этап формирования общественной палаты городского округа Красногорск третьего созыва. Этап важен тем, что это под прием документов. И только в случае подачи претендентов документов они имеют возможность участвовать в последующем формировании общественной палаты. Общественная палата второго созыва имеет большой накопленный опыт, и мы надеемся на преемственность традиции. Сегодня хочу выразить благодарность тем гражданам, которые уже претендентам, которые подали документы. Обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашего округа, кто имеет четкую активную позицию, кто желает участвовать в позитивных переменах, изменениях территории нашего города, кто готов участвовать в конструктивных диалогах как с представителями общественности, так и с органами власти. Ждем всех неравнодушных жителей нашего округа в состав новой палаты. Сегодня отмечается День Национальной Гвардии Российской Федерации. Эта новая силовая структура была создана указом президента в сентябре 2016 года. В ее состав вошли органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности, в ГУП охрана, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделения Министерства. В настоящее время в Росгвардии служат 340 тысяч человек, среди которых 8 героев Российской Федерации. Дата празднования была выбрана не случайно. Ранее, 27 марта, праздновался День внутренних войск МВД России, на основе которых и появились войска Национальной Гвардии Российской Федерации. Каворкинг у нас находится в Красном Ките, в торговом центре. Площадь его порядка 400 квадратных метров. Это зона open space, именно рабочее пространство, где предприниматели могут арендовать одно рабочее место. Таким образом, они не переплачивают за офис, получая его полную инфраструктуру. То есть и переговорки, возможности с клиентами, партнерами, и лаунж-зону, где они могут отдохнуть. И в то же время кабинеты, в которых они могут размещать свои команды. Это конференц-зал, в котором проходят образовательные программы наши. Сейчас уже, в принципе, выполняемся динамично, то есть формат потихонечку становится узнаваемым. То есть люди начинают понимать, что это такое, для чего это нужно. У нас сейчас порядка 12 резидентов постоянных, которые присутствуют, которые работают, которые уже поняли, для чего это, для чего этот офис нужен. Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» пройдет в Красногорске 18 апреля. По традиции, сбор будет вестись на ярмарочной площади УДК Подмосковья. С полудня до 18 часов можно будет сдать ненужные бумаги, старые книги и журналы. К участию в экологической акции приглашаются юнормейцы, члены молодежного парламента при Совете депутатов, волонтерские отряды, студенты и школьники, члены патриотических клубов и объединений и, конечно, неравнодушные жители. Праздничным концертом в Отрадницком отметили День работника культуры. В местном центре досуга выступили виновники торжества, педагоги кружков и студий. Такое мероприятие стало уже доброй традицией и всегда собирает полный зал зрителей. Оценить мастерство учителей, красиво танцевать, петь и виртуозно играть на музыкальных инструментах приходят не только воспитанники, но и их родители, дедушки и бабушки. Все их таланты мы даже не в состоянии постичь в обычной жизни. А вот когда они начинают выступать, это можно увидеть настолько интересно, настолько важно. И все-таки знать, что могут педагоги, важно для родителей. Концерт очень интересный, и он вызывает очень большой интерес именно жителей, и родителей, и самих детей. Потому что дети видят преподавателей всегда в будничной, простой обстановке, когда они объясняют, рассказывают, учат, а здесь они на сцене артисты. Они показывают именно свое мастерство. Очень многие дети настолько заинтересовываются вот этими и хотят быть похожими на них, стремятся, еще лучше занимаются. Редактор субтитров А.Семкин